друзья всем привет продолжаем тему видеонаблюдения и вот к нам подъехала новая интересная камерка от нашего любимого продавца андрюкс а именно модель p8 q сегодня они поехали и так что же это такое это у нас беспроводная поворотная вай-фай камерка которая работает от 12 вольт вешается на улице и имеет два объектива причем один стационарный и один поворотный похожую камерку мы уже с вами рассматривали ну это новая модель посмотрим что же умеет она начнем с упаковки коробка в новой модели ну серьезно наверное в раза два больше чем приходило предыдущие да и сама камера не маленькая наверное все это дань дизайну на коробке написано что у нас камерка на 32 гигабайта флешечка идет в комплекте 4 мегапиксельная вай-фай камера она будет идти с двумя объективами и конечно же это будет 2 плюс 2 мегапикселя работает она от приложения айтиси и который можно будет скачать покер коду и от 12 вольт 2 ампера внутри будет идти блок питания также на коробке мы можем видеть что она у нас будет вращаться во все стороны иметь функцию human shape detection определение тела человека может работать как инфракрасном режиме так и фонариком имеет bluetooth модуль для подключения с телефона вай-фай модуль чтобы по вай-фай общаться сетью обратное аудио она как бы водозащищенная но такие вещи конечно рекомендуется вешать под какой-нибудь козырек или навес у меня такие камеры уже по три года висят на улице и все окей но они под навесом может стоять sd-карта либо к облаку подключаться и защищает персону или машину но как то так итак открываем как видим коробка достаточно большая все переходит очень плотно четко запаковано хорошо защищена внутри нас встречает инструкция как быстренько подключить все это дело причем в этот раз она достаточно короткая без описания наверное функции основных но просто как подключение и сама камера а камера откровенно здоровенная она наверное в раза два больше чем те которые предыдущие к нам приходили еще здесь у нас идет это мягкая проставочка это наверное на подвес блок питания 12 вольт набор саморезов стене флешечка на 32 гига нынче какой-то jfz раньше ложили другие заглушка для кабеля планом и кронштейн для подвеса ну комплект в принципе базовый все на месте все хорошо разбираемся дальше итак начнем с блок питания открываем блочок блок у нас 12 вольт на 2 ампера принципе стандартный блочок как и всех камерах подобного рода все это сделал так вот подключается и в розетку если где-то вешаем на улице конечно же здесь надо удлинять кабель для этого есть полезные удлинители ссылку оставлю в описании смотрите а дальше все как обычно черная камера черный блок питания и белый провод ну в одном цвете видно делать не научились он нам пока не пригодится а на проводе также у нас есть и второй провод это лан подключение сюда можно втыкается лан кабель из камера может работать как по вайфаю но если от вайфая висит далеко у меня допустим такая камера ну не конкретно эта модель просто похожая висит от на даче от модема примерно в 30 метрах она еще принимает вайфай даже через одну стену но на 50 метров уже ловить конечно ничего не будет то есть качество сигнала будет никаким поэтому на большие расстояния только по лану иначе удаленного просмотра и подключения не получится флешка флешка на 32 гига кстати опять же экспериментальным образом в подобные камеры можно ставить и на 32 и на 64 на 128 гигов но хочу сказать что сто двадцать восьмерки у меня почему-то включили 32 и 64 вопросов не вызывали открываем снизу заглушку у нас здесь слот под sd-карту и кнопка сброса ну вот флешку сразу и ставим все хорошо герметично закрывается причем при подключении камеры не всегда советую сначала сбросить ее кнопкой сброса китайцы могли проверять ее у себя на заводе и после этого вы ее просто так не подключите кнопкой сброса скинули до заводских настроек потом подключаем что мы видим по самой камере камеры у нас как я уже сказал два объектива то есть фактически это две камеры просто совмещенные в одном корпусе когда мы вешаем где-то камеру стационарный объектив у нас смотрит в одну точку туда куда мы его направили а второй объектив у нас поворотный то есть он с приложения вращается влево вправо вверх вниз с его помощью мы можем осматривать территорию где-нибудь сбоку сверху снизу ну в общем вокруг это удобно на самой камере на первом блоке у нас 6 светодиодов на втором блоке у нас идет 8 светодиодов и как видим часть из них чисто световые часть совмещенные вместе с инфракрасной подсветкой из камера будет видеть у нас как в темноте так и пересвете дня есть микрофончик с обратной стороны у нас динамик камера с обратной связью две антенны да и все больше здесь с виду ничего не видно чаще всего еще видно на ней датчик освещенности но в данном случае я думаю он реализован как-нибудь программно потому что в этот раз его не видно да откровенно не видно ни сверху не снизу либо хорошо спрятан либо на программном уровне покреплению камеры сам кронштейн можно вращать и он имеет фиксирующее положение когда мы где-то вешаем камеру мы изначально направляем ее нижний объектив да куда нам надо смотреть а этот уже направляем с приложения туда куда нам дальнейшем надо сам кронштейн может крепиться в двух положений фактически через него протягивается провод так и можно его крепить либо здесь и вешать за потолок с такой вот башней либо крепить вот так и вешать за стену поэтому крепите можно как угодно и это удобно ну что по самой камерки с большего ничего не скажешь давайте подключать и смотреть как это чудо работает подключим ее к телефону компьютеру посмотрим если у нее интересные спрятанные специальные функции которые можно открыть только с компьютера это отправка на электронную почту и ftp сервер и сделаем выводы хорошая эта штука или нет погнали итак друзья подключаем добавляем нашу камеру в приложении айтиси как это делается я показывал ранее своих видео посмотрите кому будет полезно и сразу могу сказать на вопрос многие люди пишут а сколько же камер можно добавить к себе в личный кабинет я могу сказать смело 8 точно у меня восемь штук работают так заходим нашу камеру и что мы видим а видим мы то что камерка снимает сразу на два объектива верхний у нас стационарный а нижний тот который у нас вращается он двигается и так что же здесь подробностях как я сказал камера на 4 мегапикселя но это будет сто процентов 2 плюс 2 верхний у нас стационарный объектив нижний объектив у нас поворотный вот выберем функцию ptz будем вращать его вверх-вниз влево вправо все работает верхний же конечно же у нас стационарный он смотрит в одну точку причем здесь еще реализована такая функция если мы нажмем на верхнем объективе на какую-нибудь точку допустим сверху на вазу то нижняя камера сразу же будет туда смотреть это калибруется настраивается и работает вот так и так по основному функционалу верхнем меню мы видим то что у нас у камерки есть микрофончик можно включить обратную связь поговорить в камеру и будет слышно из нее можно включить и слушать аудио что там происходит можно записать небольшой отрезок видео и он сохранится у вас на смартфоне непосредственно в дальнейшем можно отправить соцсети там на вайбер куда угодно можно сделать скриншот можно переключиться между режимами sd и ultra hd при этом будет разное потребление трафика и время отклика и в нижнем меню экрана вы можете видеть что можно подключить облачное хранилище она платная настроить световую звуковую индикацию причем это в режиме тревоги либо в инфракрасном свете мы будем смотреть либо светить фонариком либо переключаться между тем и другим это за это у нас двигать камерой в разные стороны можно включить отслеживание движения если камера увидит какое-то движение в своем радиусе действия она поворотным объективом начнет отслеживать этот объект допустим человек будет мимо проходить а камера будет за ним крутиться снизу в меню позиции под самым перестальным наблюдением там можно выбрать несколько точек и в дальнейшем направлять в них одним нажатием объектив конечно же поворотный делать круиз-контроль настраивать ход и птз зеркалить грубо говоря движение камеры и посмотреть альбомы по тревоге также сверху меню воспроизведения это то что мы уже позаписывали непосредственно на камеру и сообщение если оставались какие-то тревожные скриншоты пройдемся по основным настройкам в базовых настройках мы можем задать имя устройства отобразить изображение слева направо или сверху вниз выбрать язык настроить скорость поворота поворотного отсека сделать переключение между чувствительностью дня и ночи это включение инфракрасной подсветки и настроить громкость динамика в привязке камеры мы калибруем функцию точечного нажатия на один объектив чтобы второй туда подхватывал в управлении хранилищем мы смотрим свою карту памяти и форматировать себе опять же здесь можем в настройках записи можно выбрать качество основное что здесь интересно это смарт-сигнал тревоги то есть здесь мы можем выбрать обнаружение людей так называемая функциях human shape detection чтобы камера срабатывала по тревоге конкретно на фигуру человека они на движение там листиков на дереве или что-нибудь в этом роде в дополнительно советую чувствительность ставить на максимум ну а если много ложных срабатываний то конечно же средние хотя у меня все камеры стоят на максимуме в расширенных настройках режим vdr и выключение отслеживания движения то же самое что и на первоначальном экране и во вкладке об устройстве мы сможем увидеть ее серийный номер имя для входа на устройство установить пароль также версию устройства версия по и так далее эти данные нужны для подключения к компьютеру а теперь подключим ее к компьютеру и так друзья подключаем нашу камеру к приложению вмс компьютеру и так мы подключили вот пожалуйста снизу у нас поворотный объектив сверху обычный объектив камерка подключена все в режиме онлайна и мы конечно же сразу полезем конфигурации заходим в конфигуратор и первое что нас интересует это настройки сети и так переходим и что мы видим а видим мы то что здесь присутствуют необходимые нам функции а именно отправка на электронную почту фотографии по тревоге и отправка фото и видео на ftp сервер круто здесь это есть а это говорит о том что камера хорошая также еще куча всяких дополнительных фишек но в них мы разбираться не будем самое главное для нас это электронная почта и ftp и это хорошо тут это присутствует также посмотрим параметры сжатия но увы камера нас туда не пускает однако параметры видеофайла мы сможем достать самой записи на флешке что мы сейчас и сделаем итак друзья открываем свойства видеофайла скаченного с флешки и здесь нас ждет неожиданный сюрприз начнем конечно же с разрешения разрешение всего изображения то есть двух кадров вместе 2 304 на 2 592 а это разрешение 2 склеенных 3 мегапиксельных камер то есть в моем случае 3 плюс 3 и того 6 на коробке написано 4 видно китайцы положили не то положили лучше это прикольно алиэкспресс он такой лотерея битрейт мы видим в районе тысячи это все регулируется настройками от плохо до очень хорошо настройками записи и он будет либо больше либо меньше ну а fps всего лишь 12 кадров в секунду опять же из-за того что два кадра одновременно иначе видео весело бы неадекватно много принципе этого будет достаточно по остальному можете видеть все сами итак друзья что в целом можно сказать камерка очень даже ничего имеет все весь необходимый функционал и отправку на электронную почту и отправку на ftp сервер как это настраивается я вот в этом плейлисте вам рассказывал кому интересно переходите смотрите я считаю эти функции для камер жизненно важными потому что без них камеру тянули потянули вместе с флешкой и вы даже не знаете что это было кто это сделал и так далее а так все останется у вас на электронной почте и на ftp сервере целом аппарат прикольный я бы посоветовал такой покупки единственное что скажем так мне не очень понравилось то что она ну но очень уж здоровая ну очень уж громоздкая это дань дизайн ну да конечно смотрится на классно прикольно угловатая вся такая надутая но предыдущие модели были чуть ли не в два раза меньше зачем делать такие огромные я не знаю это даже не очень удобно ну а так тема класс где брал ссылку оставлю в описании пожалуйста переходите смотрите думаю будет полезно ну а кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал заглядывайте подписание а мы продолжаем всем пока